Почему Москва стала столицей? Почему Владимир Ильич Ленин перенес столицу из Петрограда в Москву? Москва сыграла существенную роль в истории революционного движения в России. Самые жесткие, самые серьезные революционные бои случились именно в Москве. Причем как в Первую русскую революцию, так и в Великую русскую революцию 1917 года. Кстати, довольно любопытный факт, что, например, тот же Кремль не так часто на протяжении своей истории подвергался разрушениям. И один из таких фактов – это как раз октябрьские события 1917 года. Советская власть в Москве утверждалась непросто, намного тяжелее, чем в Петрограде. Через революционные бои, через сражения, через кровопролитие. И тем не менее, по какой-то причине Владимир Ильич Ленин, глава советского правительства, принял решение перенести столицу из города Петра опять в Москву. С чем это может быть связано? Ну, связано это, в первую очередь, с желанием в годы гражданской войны обезопасить основной столичный город от вторжения враждебных сил. Ситуация в Москве в период гражданской войны была, конечно, намного легче, нежели в Петрограде. Петроград в тот момент, когда Владимир Ильич Ленин принимал решение, находился практически под угрозой взятия войсками Юденича. И, собственно, такое простое объяснение в очередной раз круто изменило судьбу нашего города. При этом я, конечно, немножко перебарщиваю, когда говорю, что круто, потому что даже сейчас, когда Москва, собственно, официально является столицей нашего города, все равно город Петра является как бы второй столицей. И в этом смысле Москва и Петербург, а тогда Петроград всего-навсего, поменялись местами. И, тем не менее, Москва очень быстро усвоила не просто какие-то правила игры в своем новом периоде развития, в частности, в советском периоде. Москва как бы начинает переживать свое второе рождение. Москва очень быстро становится советской. В Москве появляется вся атрибутика советской эпохи. Красная площадь приобретает какое-то свое особое значение. Широкие улицы Москвы становятся улицами, по которым, скажем, идут шествия, демонстрации. Москва становится, и в частности Кремль, той точкой, в которой, скажем, рождается такое новое и необычное явление, как коммунистические субботники. Ну, то есть Москва, невзирая на голод, разруху, на недостаток средств, как-то очень чутко и вполне естественно впитывает в себя веяние новой эпохи, что, несомненно, не могло не отразиться на ее последующем развитии. И, конечно же, не нужно забывать, что, собственно, это советское развитие, безусловно, произошло в более поздний период, конечно же, не в эпоху управления государством Владимиром Ильичем Лениным, а только после окончания Гражданской войны. Хорошо ли это или плохо, но тяжелые условия революции и Гражданской войны заставили советское руководство в лице Владимира Ильича Ленина вновь вернуть официальный столичный статус Москве. Так или иначе, с тех пор Москва этот официальный статус несет с честью и гордостью. Продолжение следует... Продолжение следует...